МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светчик говорит, деньги за продажу ее квартиры она не получала. Меня подали в суд и требуют то, что они хозяева. То, что это я их обманула. То, что я получила все деньги, и они теперь полноправные хозяева. Квартиру многоэтажки на Хромово Екатерине подарила родная бабушка. В конце 21-го года Седова решила по состоянию здоровья переехать в другой регион и продать квартиру. Риелтора, который производил сделку, Екатерина раньше не видела. Фамилии ее не знает. Якобы покупатель, насколько я понимаю, Сергей Игоревич, по-моему, Аванесян или как-то так вот он. Все случилось в конце декабря 2021 года. Я первый раз столкнулась с продажей квартиры, поэтому ничего, ну, была неграмотна в этом, не знала, то есть, ну, что должно происходить. Каких-то дополнительных документов, справок мы не брали, как, оказывается, требовалось. Она просто снимала все, а потом привела молодого человека, сказала, что это покупатель. Они сказали, завтра готова на сделку? Готова. На следующий день мне стала плохо температура, по состоянию здоровья. Я сказала, давайте перенесем. Они всеми способами говорят, нет, давай езжай, а то мы сделку пропустим. Ну, вот, и таким образом, то есть, я пришла туда, договор был составлен заранее, в МФЦ я его не читала, потому что, когда мне его дали, я, ну, у меня буквы перед глазами плывут, она говорит, наш юрист составлял это, не переживай. Но я его не глядя подписала, соответственно, ну, и все. Екатерина Павловна подписала договор купли-продажи с некими покупателями. Деньги она за квартиру не получила. Вот, но, однако, у них имеется расписка в получении денег. Каким образом они получили эту расписку? Расписку они получили со слов Екатерины Павловны. Она подписала ее, когда они ей передавали 50 тысяч рублей, для того, чтобы она погасила задолженность по коммунальным платежам. Сейчас они говорят, что это 2 миллиона 700 тысяч, а разговор до этого шел на миллион меньше. И говорят, что они эти деньги мне отдали, причем заранее имеют какую-либо расписку на руках. А этой расписки я не писала. То есть они мне давали расписку, ну, подписать. Но это было печатно, и то, что я там претензий не имею, то, что будут получены деньги потом. Все. А таких вот, ну, что я уже получила, тем более 2 миллиона 700 тысяч не было. Поэтому, соответственно, и был пройден полиграф. Полиграф проходили все стороны сделки. Как раз полиграф говорит о том, что Екатерина Павловна была, ну, права и не получала той суммы денег, которые со слов якобы покупателей были ей переданы. К депутату Тверской городской думы Илье Холодову за помощью обратилась сама Екатерина. Это житель нашего города, которая училась в 8-й гимназии. Это еще молодой человек, у которого ребенок, учится сейчас в 21-й школе. И, знаете, очень часто обращаются люди, которые не знают. И оказались, знаете, такой чертой, когда может помочь только само общество и наши совместные действия с полицией, с прокуратурой, со следственным комитетом. И, судя по всему, судя по тем фактам, которые нам были предоставлены по документам, действительно нужно вступиться за человека. И мы обращаемся к нашим правоохранительным структурам с тем, чтобы, конечно, из гражданско-правового спора данную ситуацию все-таки перевести в статус уголовного дела, для того, чтобы наши специалисты, которые работают в органах правоохранительных, могли встать все-таки на сторону человека обиженного, который оказался в такой ситуации. К сожалению, правоохранительные органы отнеслись к этому событию никак, можно сказать. Потому что заявление написано еще в январе месяце, и до сих пор никаких продвижений по этому делу нет. Уголовное дело не возбуждено? К сожалению, нет. Сейчас Екатерина Седова живет у друзей. Ее 13-летний сын у бабушки, больной матери Седовой. В свою квартиру Екатерина попасть не может. В данном случае я считаю, что вторая сторона, которая покупатели, они совершили неправомерные действия. Во-первых, человека позвали якобы что-то подписать в МФЦМ. Договор не показали. Человек не ознакомлен с договором. Он не знает сам предмет. Он просто слышал, что продается квартира, но не знает предмет договора. Ни цену не знает, ни читал этот договор. Поэтому человек не знает. Поэтому сделка, по сути, она или недействительна, или она не исполнена. Фактически мы здесь делаем минус машинничества? Я думаю, что да. И поэтому во все соответствующие структуры обратился и очень рассчитываю на объективное расследование. Тем временем очередное заседание Заволжского районного суда назначено на 15 июня. С начала 2022 года в Заволжский межренно-следственный отдел города Твери регионального следственного комитета поступило 450 сообщений о преступлениях. По ряду таких сообщений возбуждены уголовные дела. Но наряду с привычными для работы следователя преступлениями против личности здесь принимают сообщения о преступлениях в сфере экологии. Также Следственный комитет продолжает реагировать на сообщения о совершении экологических преступлений, которые угрожают экологической безопасности и наносят значительный вред окружающей среде, жизни и здоровью человека. Следственному комитету последствий ряд экологических преступлений, таких как нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнение вод, загрязнение атмосферы, загрязнение морской среды, за нарушение правил охраны использования недр и другие. Звонки принимают по телефону 50 01 97.